Друзья мои, всем добрый день, всем здравствуйте. В общем, сегодня у нас с вами будет влог московский, потому что через неделю, даже чуть меньше, я улетаю в новую страну, и там уже будет очень интересный, spicy, amazing контент, поэтому решила запечатлеть пока что московские будни. Да и в ближайшие дни будут интересные достаточно, мне нравится снимать влоги, вам нравится смотреть, поэтому давайте это самое, проведем эти дни вместе, сами понимаете. Сегодня воскресенье, выходной, и я еду на йогу, я нашла новую любимую студию в Москве, господи, я теперь туда езжу постоянно, второй раз вообще, на самом деле, но ничего страшного, у меня много студий, куда езжу, я не могу определиться с одной, мне нравится пробовать новую, не осуждайте. Поэтому сегодня у нас по йогу, встретимся с Максимом, он прилетел в Сочи, мы давно с ним не виделись, ну и что-нибудь еще классное поделое. Сейчас я собираюсь и буду выезжать через часик. Пока что по планам почитать, наконец-то я вернулась к этому делу, на днях купила книгу, договориться можно обо всем Гевина Кеннеди, и кстати, на самом деле, очень интересно, книга про переговоры, и мне очень нравится то, что здесь есть задания тестовые, формата такого, я должен отвечать, решать, и это, знаете, добавляет такого интерактивчика очень не скучно. Слушайте, мне кажется, она действительно очень продуктивная, знаете, такая реально продуктивная. Я, на самом деле, около полугода не читала вообще, что не очень классно. У меня, на самом деле, не хватало не то, чтобы времени, я не знаю, я просто как-то ленилась и забыла вообще об этом деле. Я тут зашла в книжную и решила, все, нужно устанавливать мою это самое эру чтения, поэтому вот. Здесь, на самом деле, много страниц, около 500-500. Не осуждаем, я дала себе две недели на эту книгу. Если не прочитаю ее за две недели, то, не знаю, придумайте задание в комментариях. Удалю свой YouTube-канал. Да, жестко. Поэтому вот так вот возьму ее с собой и почитаю, наверное, после йоги. Но сегодня такое чисто, релакс, пилатес, вайб, день. Я уже доехала, здесь очень красивый переулок, посмотрите. Мне очень нравится этот дом, что это особняк какой-то. Внешний вид, конечно, немножко подкосил сегодня, но как получилось. Студия очень приятная, сейчас вам покажу. И я как раз приехала вовремя, представьте. Я уже на месте, осталось около пяти минут до занятия. Представьте, я настолько сегодня пунктуально, это просто кошмар. Переоделась, волосы все торчат, но мы как-нибудь пытаемся эту историю уложить. У меня будет йога полтора часа, это линьяса flow, что-то подобное. Это на самом деле нормально. Я раньше думала, что это очень много, но очень даже хватает. Людей на самом деле не особо много, потому что в прошлый раз, когда я приходила, приходило в восемь вечера, и здесь было просто огромное количество людей. Сегодня как-то посвободнее, возможно, потому что в воскресенье все отдыхают, никто не хочет идти на йогу. А мы с вами, девочки, реально работаем. Так, девочки, йогу сделала. Иду куда-нибудь покушать. Мне, кстати, дали в подарок какую-то масочку, знаете, для лица. Просто так сказать, подарок от студии. Ну ладно, спасибо большое. Очень приятно, было сложно в этот раз, если честно. У нас было всего лишь 3 человека, что, кстати, вообще немного. Я в прошлый раз, там, наверное, было человек 15. Вот, еще место, где поесть. Честно, про нас вообще не знаю. Я хочу перекусить, потому что мы с Максимом потом встречаемся на ужин. И мне сейчас как бы вроде как нужно поесть, потому что я не ела. Вроде как и нет, потому что я буду есть. Короче, не понимаю, ситуация сложная, поэтому что-нибудь перекушу. Ну или поем, как пойдет. Короче, не знаю, куда-нибудь сейчас зайду. Мы с вами в самом центре. Места заведения много, поэтому сложностей с этим не будет. Все дороги ведут в Джапан, друзья. Я не могу без него жить. Но я же скоро улетаю в Японию, нужно как-то, знаете, поддерживать баланс. Мне кажется, что я здесь все на не ужин и знаю, потому что мы очень часто сюда ходим с ребятами. И здесь невероятно вкусно. Мы изначально ходили, потому что они давали нам бартер. Но что-то я такая фанатка этого места, что мне просто нравится сюда ходить постоянно. Выбирать новые места? Нет. Ходить в одно и то же? Да. Кстати, встреча с Максимом сегодня не отменилась, потому что он не может. Поэтому мы с чем с ребятами Сашей, Лизой и Пашей. Поэтому я спокойно ем и выдвигаюсь на встречу. И чтобы вы понимали, я выбирала место для того, чтобы поесть около 30 минут, чтобы прийти в Джапан, в котором я бываю буквально каждый день практически реально. И понимаете, это реально всегда так. Я не могу находить новые места. Я могу просто и все. Я хотела впервые попробовать эту историю. Таяки называется. Это вот такая печенька с разными наполнениями. Я хотела с лососем и с тачателлой. И угадайте, чего из этого всего здесь нет? Естественно, лососе и с тачателлой. Поэтому, ребят, я не знаю, что мне брать на закуску. Это очень сложно. Это невероятно сложно. Друзья мои, это было с соуями. Это было очень вкусно. Сидела там полтора часа, съела рис, лосось и вот эту вот штучку, которая рыбка только с бананом и нутеллой. Изначально не хотела так много есть. Но вообще, на самом деле, она была не очень сладкой. Я считаю, что я могу себе позволить. Но здесь невероятно. Я не знаю. Я готова еще столько съесть еще раз. Сейчас прям. Но я выезжаю в авиапарк. Ребята, мне нужно купить подарки. Завтра у Дениса день рождения, послезавтра у Саши. У меня, друзья, вообще загруженный график, если честно. Я уже в авиапарке. Страшно. Почему я в каждом влоге в авиапарке? Это сейчас ненормальная статистика вообще. Вот, ради кого я приехала в авиапарк. Привет, привет. Каждый день. Меня можно только здесь встретить. Я здесь живу. Это очень страшный лист, на самом деле. Это, наверное, очень странные факты тебе. Я скоро уже в дикого паука-тиктокера превращусь. Знаешь, на футкорте вот эти пауки. Вот эти пауки. Какие пауки? Подростки-пауки. Они типа ползают такие все, знаешь, в дрейн. Черный дрейн. Ну, это круто. Паш, давай ты плачешь. Да, 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 да. На самом деле страшно. Поэтому на футкорте мы не понимаем. Мы пришли в Лайме, чтобы, не знаю, просто, просто так. Я в каждом влоге в Лайме. И в авиапарке это страшно. Не смогла пройти мимо Пимса. Здесь действительно шопится, поэтому мы так за компанию чисто ходим, что-то смотрим. Оп, подбирает себе комплектик. В маги-новиночке. Такие вот у нас что-то такое лоферы. Такого морского цвета очень приятного. Очень такая бирюза. Мне кажется, вам прям, не знаю, мне кажется, можно к вам две пары взять. Внимание, музыка. Почему она тут играет? Реально. Шок. Ты попал. Шик, шок, шок. Привет, привет, привет. Оп, убежал, убежал к маме. Приехали к ребятам. Будем играть в игру, которая называется Шакал. Ребята рассказали на днях, что это такое, я раньше не знала. Ты уже играл с моим игроком. Ну да, я говорю, что раньше до этого, как вы мне рассказали, я не знала. И на самом деле это интересно долго рассказывать. Мы в прошлый раз все немножко поссорились после этой игры. Но ничего страшного. Главное, что мы здесь все вместе прошли. Конечно, мы уже все отписались друг от друга в банце и пили на парочку кого-то, да, за столом? Ну какая разница? Ну это мелочи. За столом. Это также стол. Это мелочи жизни. Короче, будем играть в ближайшие 3 часа 2. Заказали много лосося. Я взяла какие-то вот такие вот креветочные чипсы и опять рис. Риса много не бывает. Можно, ребята сказали, есть хоть весь день. Нет, на сок, на сок, на сок, быстро. Как русская? Русская картошка, блядь, которая пенопластовая. То же самое. Реально? Лизай. Лизай. Вкусно, я люблю такое, да? Не, прикольно, да. Прикольно. Но пенопласт. Ага. Такая бессместь. Что с музыкальным пучей? Мы с ребятами сидели до 2 часов ночи, играли в Роблокс. Я в первый раз в жизни играла в Роблокс. Хорошо, кстати, для первого раза. В смысле, меня поубивали везде сразу? Ну, не, не, не. Ты хорошо двигалась, я в первый раз вообще управление не понимал. Спасибо большое. Ребята похвалились за игру в Роблокс. Не знаю даже, насколько я так робот. Сейчас в Доту поедем играть. Конечно, в Доту сто процентов. Ну, ребят, как вам сегодняшний вечер вообще? Я бы еще в Роблокс, конечно, всегда. Круто. Я была джиггернаутом, а Зиза была убийцей один раз. Представляете? Я тоже убийцей. Да, и ты тоже. Ой, убил. Посидели мы, значит, с ребятами до 2 часов ночи. Просто вообще кошмар. Заказала такси, он приехал вот не туда. Мы искали друг друга минут 10. Не нашли. Заказывала новое, просто бипец. На улице, на самом деле, тепло. Хотя бы спасибо на этом. Еду домой. Завтра нужно вообще что-то много всего сделать, если честно. Но не получилось пораньше лечь спать. Ничего страшного. Друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. Я уже сходила к стоматологу. Я не снимала, потому что это было в 10 утра. И мне делали какую-то чистку. Ставили на анестезию. Господи, что происходило? И я вот только что отошла от этой всей истории. Человек-два часа дня. Мы сегодня встречаемся с Максимом. А вечером я еду на день рождения к Денису. Параллельно нужно сделать парочку делов. Проекты и так далее, короче. Нормально. Сейчас буду делать укладку. Я впервые купила себе брашинг. Вот такой, смотрите. Да, такую штучку. Я не умею укладывать волосы вообще, чтобы вы понимали. Для меня это очень сложно, непонятно, трудно. И вот буду пробовать вот эту историю впервые. Я взяла себе еще рисовую воду. Потому что слышала, что она как-то помогает. Я не знаю. Ну, короче, чтобы волосы были классные. Поэтому сейчас собираюсь. Я до сих пор не могу отойти. Моя до сих пор там астезия. Как это было неприятно. Вот эта чистка. Это просто... Я просто решила наконец-то сходить к стоматологу, проверить, что я год вообще не ходила. И оказалось, что делов надо делать много. Пипец. Короче, пошла сушиться, собираться и так далее. Так, девочки. Ну что? Уложилась я у меня вообще, кажется, наверное, не очень получается. Что изменилось? Что-то изменилось. Ну, вроде вот какие-то завитушки себе бахнуло. Не знаю. Сейчас будем ждать, пока эта вся история до конца подсохнет, скажем так. Я собралась. Я просто сразу поеду на день рождения потом. Поэтому у меня, как бы, знаете, на день вперед аутфит, скажем так. Ты, смотрите, какие украшалки нашла, дарила маме. Из Стамбула привозила. Саваровский. История дам. Короче, реально работаю. Дресс-код у нас Black Chic. Но у меня, как бы, особо ничего другого нет. Поэтому да. Выезжаю в ЦУМ. Мы с Максимом встречаемся в ЦУМе. Боже, как это ужасно звучит. Ну да, ну просто там очень вкусный рестик. И вот мы давно хотели сходить попробовать, посидеть там, как-то вообще все. Поэтому едем туда. Друзья мои, мне совсем скоро 20 лет. И это вроде как тот возраст, когда уже нужно определиться с делом жизни. Но вот выбрать его очень-очень сложно. Хочется попробовать реально все. И постоянно возникают вопросы формата, кто я, кто я на самом деле, кем я хочу быть. И ответить на них очень сложно. Я знаю, что у меня тут много моих ровесников. Поэтому если у вас такая же проблема, то слушайте. Я вам не раз рассказывала про Skillbox. Так вот. Skillbox запустил профориентационный курс, который поможет вам найти дело по душе, с учетом личных интересов и жизненных обстоятельств. Что же это значит? Вас ждет сервизационный тест, презентом которого вы получите подборку из четырех профессий по разным направлениям. Программирование, дизайн, маркетинг, управление, аналитика, игры, кино и музыка. Но не переживайте. Вам не придется думать, что же мне выбрать. Потому что определиться с выбором из всех этих профессий вам помогут интерактивные статьи и практические задания. Плюс поддержка от профориентологов. Мне вот очень нужна такая штука, потому что, ребята, я реально хочу все. Мне уже нужно как-то определиться. Все, что вам нужно сделать, это всего лишь зарегистрироваться на бесплатный курс. И сразу после регистрации вы получите профориентационный тест. Кстати, очень интересно. Следующий шаг после теста – это знакомство с профессией на практике. Я вам советую прямо подробно изучить все профессии, которые вам предложили после тестирования. Наконец, третий шаг – это выбор профессии. Во время прохождения курса вы будете заполнять рабочую статью, которая поможет вам совместить результаты теста, личные критерии, ощущения заданий и найти свою профессию. Ну и в целом все. Также к концу курса вам будет помогать с тем, чтобы побороть сомнения и боязнь вступать в новую жизнь, скажем так, и пробовать что-то новое. Вообще, на самом деле, оказывается, что не так все сложно, а очень классно, что есть такие люди и сайты, которые готовы помочь. Твое будущее начинается в Skillbox и ссылочка, естественно, в описании. А мы продолжаем. Я уже в центре жду Максима, и я пока ехала, я увидела просто огромную толпу людей, которые куда-то идут, и я не понимаю, что это такое, если честно. Прям очень много людей. Ну ладно, интересно. Мы на месте, в общем. Вот наш ЦУМ. ЦУМ, ГУМ, МГМО, сами понимаете. Жду Максима. Ребят, я на самом деле очень боюсь таких гумов, ЦУМов, потому что здесь все какие-то недоброжелательные, если честно. Ну где же, если не в ЦУМе? Мы встречаем... Привет, здрасте. Встречаемся с Максимом, естественно, очень приятно. Приехал Максим в Сочи, не виделись, наверное, недели две с половиной. А? Три. Три недели не виделись, ну. И пришли отпраздновать наш долгий разрыв, скажем так. ЦУМ-бюро. Реально невероятное место. Видите, как тут красиво. Вообще невероятно. Так. Мне очень нравится. Атмосфера прям реально работает. Людей вообще нет, на самом деле. Очень мало, но куда-то все идут в центре. Мы с Максимом не понимаем, что происходит. Почему там так много людей? Ну, возможно, узнаем чуть позже. Ну, такие цветочки, посмотрите, реально, вообще. Такие здесь собачки стоят, мопсики. Реально работают. У Максима сегодня вот такая история. Что это такое? Авокадо сочетала и... И креветка. Очень приятно. Какая-то такая креветочка лежит им огромная. Я думал, будут какие-то эти... Ну, нет, так ешь все. Так же ценула за это 2000 рублей. У меня вот такая вот утиная грудка с птетимом, я так понимаю. Выглядит очень вкусно. Максим себе еще взял пасту. Очень невероятнейшую. Очень вкусно. Так же Максим в моих миу-миу просто. Такой прям, знаешь, прям это самое, прям девочка, такая девочка прям. Просто без... Но лучше подарить что-то реально хорошее, чем что-то, лишь бы что. Поэтому будем ждать пластинку, которая придет через два дня. Мы думали, что она есть на Арбасе в Москве, они закрыты. Ее нету. Поэтому пока что цветочки. Вот. А там уже будет пластиночка и сертификат. Жду таксишку. Я могла дойти пешком, но, честно, у нас прохладно немножко. Я еще без шарба сегодня, поэтому жду такси. И выезжаю как раз из Тыва. Можно вот сюда, да? Какие вот цветочки, они раскроются, они будут очень красивые. Но это еще не все. Мы, если что, делали подарок с Яной, но произошла накладка. К сожалению, подарок будет в течение двух дней, даже два подарка. Поэтому пока что вот такие цветочки, извините, я скажу. Дополнительно. Ну все. Это все прекрасно. Все интриговано. И подарок будет сильный. Ну что, мы доехали. Вот наш прекрасный именинник Денис. Ему 26 лет. Мы, конечно, нет. Конечно, нет. Во-первых, это очень мудрый возраст. Ну и мы, как это правда, на самом деле, немного. Мы все шутим. А у нас здесь Янусик. У нас здесь наши тюльпанчики потрясающие. Мы уже объяснили, да, с подарком. Здесь у нас Матвей. Такой, да, официальный действительно мужчина. У нас дресс-код Black Chic. Поэтому будем так сидеть, ужинать. Эстетично. Спасибо. И у нас будет действительно эстетично. Ждем нашу Викусика. Она как-то немножко припаздывает. Здесь такой очень красивый ресторан. Посмотрите. Нам дали красный стол. Все действительно официально. Вообще, мне очень нравится атмосфера. Приехала Викусик. Я... Почему Валю Карнавал называют Викусик? Да, у меня в прошлом влоге подумали, что это Валя Карнавал. Представьте. Не снимайте меня позже. Никакой влог больше. Ну, кстати, она покрасилась. Реально похоже. Викусь, прости, но правда. Это она похожа на тебя. Я на два года старше. Вот именно. Очень приятное место, потому что нам, представьте... Точнее, Денису, потому что на нее с днем рождения подарили бутылочку вина в подарок. Очень приятно. Она, во-первых, здесь недешевая, если честно. Смотрите, какие все красивые. Очень красивые, презентабельные, статные. Оп, так, так. Давайте на диджик... На диджитал камеру. У тебя так смешно было, когда бокал на лице Все, потрясающе посидели с ребятами в ресторанчике Который называется Кривоколенный 9, строение 3 Кривоколенный, извиняюсь А я реально Кривоколенный Слушайте, реально, а вот почему у него Кривоколенный? Вы никогда не задавались таким? Кривоколенный, потому что здесь рядом лягу и можно сделать массаж А, да, хорошо Так, ну что, как вам ресторанчик, как посидели? Мне очень понравилось, я понял, что я не прогадался Изысканы, изысканы Ты долго выбирал, кстати? Нет, человече Ну ладно, тогда не будет предыстории Садимся в таксистку, уезжаем к ребятам на квартиру Будем там беседовать, болтать туда-сюда, праздновать день рождения Ой, за стертиком, да, кстати Все, побежала, побежала Очень красиво Пожалуйста, чуть помедленнее Мы не едем вообще Мы возьмите с ней, я думаю, держитесь и едем Я 60 ехаю На заднюю Если вы старые, чувствуете, что мы в настройке Да мы не старые Да я понимаю, дедушка, бабушка просит сейчас По-межнее, по-межнее Ребята, у нас сейчас был очень смешной таксист, который рассказывал нам про путешествие в Самару Это моя пока что лучшая поездка в жизни Про голых женщин, про кого-то, которых он встретил по пути Какой-то вообще кошмар Он ездил с какими-то блогерами Он все слышал, кстати, что я сейчас говорила Но он был очень хороший, между прочим Он рассказывал нам, что он с блогерами за 150 тысяч рублей ездил до Самары Оказалось, что это очень популярное направление Мне тоже интересно, кто эти блогеры? Может быть, кто-то из вас пишите? Мы с ребятами уже дома Жаль, что не в Самаре Жаско это все Реально, у нас был очень странный водитель Да классный водитель Он очень понравился Он позитивный, с классными историями Да, но превышенная скорость была лишняя Он не превышал скорость Он 80-80 Он просто разогнался очень вес Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем есть много лосося Классно проводить время Открывать подарки Открывать подарки Да, это самое долгожданное Точнее будет открывать вот этот человечек Мы будем есть торт И пить, и бухать вино Мы будем пить вино Алкоголь вредит вашему здоровью Если вдруг под этим блогом кто-то будет меня поздравлять Всем спасибо Да, номер карты у Катты вставили Катя вставили Мы все видели, как вам понравился Денис То, что вы видите, что он красивый, милый, классный Спасибо, я читаю Мне очень приятно Катю вставить Если она не вставит Мы ее штрафуем У меня уже фан-клуб реально Дениса Так, все ладно Смотрите, как красиво у ребят расставлены цветы Это наши Смотрите, как они подошли под вазу Это у вас была эта ваза? Да Очень красиво Но не надо Одна конфетка Спасибо, да не надо Ну как потрясающе красиво посмотреть Вообще невероятно Когда можно уже пить? Подожди Матвей Он как на вписке реально В семнадцатом году Ну когда пить? Матвей, оправдайся ЛЖ, включите хоть Ну я давно не отдыхал Хочется отдохнуть Выпить за здоровье Дениса Так, сейчас ребята будут дарить Денису подарки Что же там такое интересное? Денис добавил себе в вишлист Эту ебучую свечку с подвеской-ключом Я знала, что это за свечка Потому что я увидела у Настя Кински Я зашла в инстаграм Ну типа где купить Было написано Описание Местоположение Москва Четвертый этаж Цветной Я думаю, ну ладно Как раз заеду По пути А потом у него на чисткой прорезе При Вакалибре Что вы думаете? Я проходила шесть кругов Спросила у пяти консультантов Где находится этот наметик На дуру, блядь, смотрели Я думаю, ну блядь, ну что же делать? Я уже опаздывала Потому что уже было шесть часов Думаю, ну ладно В это время она пишет мне Я спрашиваю тебя Я видел Вон Да, Матвей такой Беспаривно Будет как бы все Все с вами Сидим Дополгой А этот Критический А бренд продается В цветной? Короче, я решила Просто в Пользон Дроп Сертификат подадить Чтобы ты что-то нашел Себе Потому что Это очень универсальная тема Вот Давайте будем За это Ой, как Так, Матвей дарит подарок Вот это давно хотел Скажи Ну как давно? Ты это давно хотел Не давно Матвей Своя презентация Вот Поздравляю тебя С днем рождения Хочу, чтобы ты был Самый модный Самый стильный Как всегда Открывай, только быстрее Да? Матвей Да? Вау Какой ты пранкер? Это мои кроссовки Я реально Давай Там два подарка Господи Что за Хор古 Да нет, это не Хор driver Это Во-первых Это у коробки От духов В которой я вчера спрашивал Где коробка От духов Это пранк номер два? Мои очки Наверное Старые, да? Блин, ну Ну, нифига себе ты. Ну, ладно, ладно, основной подарок. Офигеть, что это тройная какая-то, да, история? А может быть, не основной. Я не буду открывать. Открывай! Открывай. Открывай! Да, открывай! Ну, шикарно, ну, шикарно. Чёрный ещё. Я теперь та самая соска. Да, теперь та самая сосочка. Мы уже ставим вставки, сколько раз ты их наденешь, просто покажешь музыку, а не для фото. У нас с ребятами вот такая вот корзинка ягодок. Очень вкусная, потрясающая. И смотрите, какую большую голубику я нашла. Она же прям огромная. Не только голубика, ещё и клубника, коса огромная. Как она, вкусная или нет, скажи? И, кстати, голубика тоже вкусная, огромная. Нет, сыр она берёт самый большой. Клубнику берёт самый большой. Вообще. Девочка как бы... Знает, что делает. Потом не щёлкает. Простила я, простила я, полнопросная жизнь. Теперь страдаю от этого. У-у-у! У-у-у-у! У-у-у! У-у-у! Взгляд твой, брата, я что-то вошагает встать. А ты, я, брата, я тебя привёл, ага, я стоялся на спине. Этой ночью ты сейчас заставить мне. Друзья мои, всем доброе утро. День рождения вчера прошло очень даже успешно. Я была только, наверное, в 4 часа ночи. Вообще, кошмар. Хорошо посидели, поиграли в караоке. Поиграли в какие-то викторины. Короче, закончилось всё вот так вот. Посмотрели старые интервью какие-то вообще непонятные. В общем, было интересно. У меня сейчас в 1 часов английский, поэтому я проснулась, чтобы поесть. Ну, в целом, кстати, в целом. Не то, чтобы прям очень плохо выгляжу. Поэтому у меня будет английский, а дальше там уже по делам посмотрим. У меня осталось 10 минут до начала, и на завтрак у меня овсянка с бананом. Я ем это каждый день. Реально, каждый день у меня один и тот же завтрак. И мне не надоедает, реально. Ребят, мне завтра улетать в другую страну. И я сегодня пошла к стоматологу, чтобы мне удалили кариес. Немножко стоматолог перестарался, и я ушла вот с таким зубом. Ребят, я рано вчера поехала к стоматологу, и мне удалили половину переднего зуба. Я подробнее рассказала все в Телеграме. Это был просто кошмар, потому что мне сегодня вылетать в другую страну. И я прихожу, просто у меня нет половины зубов. Я об этом не знала, я искренне об этом не знала. Я думала, что мне просто удали в кариес. А мне немножечко снесли половиной зуба, потому что там были такие проблемы. Но с ним все окей. Мне поставили короночку. И это передний зуб, если что. Поэтому я вчера ничего не снимала. У меня был стресс, у меня был шок. Я не знаю, мне была очень женщина эта история. На Селеграме прям первые эмоции были, поэтому лучше там посмотрите. И зато у меня теперь ровные зубы. Вот этот зуб мне вчера, господи, обточили. Спасибо большое, очень приятно. В общем, сегодня я уже буду вылетать в путешествие новое, поэтому влог у нас заканчивается. И будет совсем скоро много интересного контента, скажем так. Уже собрала чемоданы. Слава богу, я еду со своим зубом, потому что если бы у меня не было полного зуба, я не думаю, что бы он был супер-классным. Ну и встретимся с вами уже в следующем влоге. Поэтому пока-пока, спасибо большое за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»